Так, ну вот давайте мы сегодня лекцию начнем с того, что я докажу теорему Джексона. В прошлый раз я ее сформулировал. По сути, теорема полиномии наилучшего приближения, как я говорил. Вот, значит, у нас утверждается, что есть такая абсолютная постоянная, что для каждой функции и для каждого натурального n можно подобрать тригонометрический полином степени меньше равно n, такой, что вот он будет отклоняться от функции, метрики С, то есть чертой, не больше, чем на эту константу на модуль непрерывности. Да, ну, может быть, еще такое пояснение. Значит, все-таки, что такое полином степени n? Потому что применительно к тригонометрическому, там есть у нас и синусы, и косинусы. Так вот, например, с моей точки зрения, там полином, скажем, 1 плюс синус t плюс косинус t, это полином первой степени, потому что тут вот максимальное значение при t, вот, это постоянная единица, а, направо, единица плюс косинус 5t, это полином пятой степени. Ну, то есть степень определяется максимумом из показателей здесь вот в синусе и косинусе при t. А вот, имеется в виду именно это. Так, значит, доказательства этого факта. Значит, пусть у нас число r, это будет целая часть n на 4. Ну, целая часть, напомню, это, целое число максимальное, не превосходящее, в данном случае, n на 4. Ну, понятно, что это будет, с учетом того, что n у нас больше равно нулю, значит, у нас получается тоже неотрицательное целое число. Рассмотрим функцию. Значит, вот, ну, я, конечно, считаю, что, значит, опять-таки, пусть, конечно, дано нам, дано функция f от x, принадлежащая c от t с чертой. Вот, и вот мы тогда рассмотрим следующую функцию. Я ее назову qn t от t, и будет она равна вот чему. Единица поделить на гамма r. Гамма r, я напомню, это был интеграл от модуля r ртова. Вот, значит, в прошлый раз я писал, что такое r r, это некий полином степенечный 4r. Вот, соответственно, гамма r – это интеграл по t от этого полинома. Вот, и, значит, здесь будет интеграл по t, f от x плюс t, r, извините, тут r, конечно, r большое, rt от t dt. Ну, опять же, я буду писать фактически риммановский интеграл, потому что здесь все непрерывно. Вот, утверждается, что на самом деле это тригонометрический полином степени не выше n. Почему так? Так, значит, я могу написать следующее, что это единица на гамма r, а здесь я сделаю замену. Ну, t это у меня, напомню, отрезок фактически, ну, там можно сказать полинтервал или отрезок для интеграла, это все равно. От минус пи до пи, так вот, я, значит, напишу от минус пи плюс x до пи плюс x, f от u, r, r, то будет, вот, соответственно, u минус x до u. Это тривиальная замена переменной, значит, x плюс t я назвал u. Ну, и дальше, пользуясь 2пи-периодичностью, этот у нас полином тригонометрический, 2пи-периодический, и эта функция по условию 2пи-периодическая. Поэтому, воспользовавшись вот этой, она нам не раз еще хорошую службу сослужит, лимма 1,1, можно написать, что это единица на гамма r, интеграл уже будет от минус пи до пи, f от u, r, r, то от u минус x до u. Вот, значит, я напомню, что это вот у нас полином, значит, у нас r, r, то, от, ну, давайте, от какого-нибудь tau я его напишу, в общем виде. Р, р, то, это некоторый полином, имеющий вид, там, c нулевое плюс сумма k от единицы до 4r, соответственно, c kt косинус k tau плюс d kt синус k tau. Вот, ну и вот, если я сюда все это дело подставлю, и воспользуюсь дальше тривиальными формулами, тригонометрическими, косинус там суммы, косинус разности, соответственно, синус суммы, синус разности, то получится так, значит, будет единица на гамма r, интеграл от минус пи до пи, здесь будет стоять, значит, так, c нулевое f от u плюс сумма по k от единицы до 4r, значит, значит, будет стоять так, c kt косинус k u умножить на f от u, значит, интеграл под, от, интеграл тут уже у нас есть, значит, косинус k u ф от u на косинус kx плюс плюс c kt синус k u ф от u синус kx, дальше будет стоять плюс, значит, d kt синус k u ф от u, значит, ну, дальше я не буду продолжать, понятно, что если все это дело воспользоваться линейностью интеграла, проинтегрировать, то получится у нас на самом деле какой-то, ну, скажем, f нулевое плюс сумма по k от единицы до 4r, и здесь будет стоять уже, значит, какие-то коэффициенты альфа-катая косинус kx плюс бета-катая синус kx, где, значит, вот эти альфа-катая, бета-катая будут получаться после интегрирования от этих выражений. Вот, тут уже, конечно, никто не гарантирует, равны они нулю или не равны, но важно, что это у нас тригонометрический полинон степени меньше равной 4r, а r, я напомню, у нас целая часть n на 4, поэтому это заведомо меньше либо равно n просто, потому что 4 у нас, наверное, 4 будет просто n, а вот, значит, вот получился у нас такой полинон, и вот как раз про него мы сейчас докажем, что он немногим, ну, а точнее, вот таким вот образом максимально отклоняется от нашей функции. Да, только извините, тут, конечно, конечно, я что-то написал, странно, почему-то тут я, это, конечно, x, qn t от x, разумеется, да, исправьте там, я не раньше это было, qn t от x, конечно, это, а не от t. Вот, значит, пусть теперь у нас произвольное x, ну, например, лежит на t с чертой, хотя, может быть, вообще где угодно. Давайте мы рассмотрим модуль разности f от x минус qn t от x. Я напомню, что если просто взять единицу на гамма и рт, ну, давайте я здесь напишу, по определению гамма и рт, единица на гамма и рт, на интеграл по t от r rt от t dt, это единица будет. Поэтому я могу написать, что это не что иное, как модуль единица на гамма и рт, на интеграл по t, f от x, r rt, от t от t dt, минус единица на гамма и рт, интеграл по t, соответственно, f от x плюс t, r rt от t dt. Ну, и дальше, значит, сводя их вместе и внося модуль вовнутрь, я могу написать так, что это меньше либо равняется, извините, на гамма и рт, интеграл по t, модуль, f от x плюс t минус f от x, q, то есть не q, а тут r, конечно, извините, r rt от t dt. Ну, опять напомню, что эта функция не отрицательная, поэтому здесь модуль-то у нас и не нужен. Вот, и дальше, значит, по определению модуля непрерывности функции, можно сказать, что это единица на гамма и р, не больше, интеграл по t, здесь стоит модуль непрерывности функции f в точке модуль t, r rt от t dt. Теперь этот интеграл, ну, я, да, еще вот давайте последнюю редукцию сделаю. Здесь у меня функция четная, и вот эта функция четная у нас. Ну, я напомню, на самом деле там она, ну, собственно, по ее виду просто видно, что она четная. А здесь модуль стоит, поэтому можно написать, что это 2 поделить на гамма и рт, интеграл от 0 до π, омега ft, r rt от t dt, чтобы с отрицательными значениями не возиться. Теперь я разобью эту штуку на 2. 2 поделить на гамма и рт, интеграл от 0 до 1 на n плюс 1, если мне удобнее быть, да, написать, уже на n плюс 1. Модуль непрерывности функции t, значит, r rt от t dt плюс 2 поделить на гамма и рт, интеграл от единицы на n плюс 1 до π, омега ft, r rt от t, dt. Вот, значит, в первом интеграле я воспользуюсь следующим, что модуль непрерывности есть у нас функция монотонно неубывающая, и поэтому максимальное значение омега есть как раз у омега f единицы на n плюс 1. А здесь я напишу так, 2 делить на гамма и рт, и от щедрот добавлю даже интеграл от 0 до π, r rt от t dt. Вот, и, кстати, по определению, ну, функция четная здесь, и по определению гамма это просто единичка будет у нас. Вот, это в первом интеграле. Что касаемо второго интеграла, здесь я воспользуюсь, опять же, все той же самой оценкой, которой пользовался при оценке гамма r. Я напомню, что r rt от t, ну, когда t не 0, есть синус r плюс 1 вторая t делить на 2 синус t пополам, и все это дело в четвертой степени. Так вот, числитель можно оценить единицей, а знаменатель можно с учетом того, что вот эта вот величина на 0π она, но здесь просто t пополам. Значит, давайте я напишу. При 0 меньше t меньше π, синус t пополам больше либо равняется 2 поделить на π на t пополам. Вот. Ну, тут еще двойка есть, сократится. Значит, останется 2 поделить на π на t, все в четвертой степени. То есть π пополам в четвертой степени единица на t в четвертой. Вот. Вот, значит, я этим воспользуюсь. И получится у меня так. Значит, 2 делить на гамма rt, это у меня здесь стояло и раньше. Теперь будет стоять еще π пополам в четвертой степени. И интеграл стоит от единицы на n плюс 1 до π, значит, ωft dt делить на t в четвертой степени. Вот. Ну, я напомню, тут может показаться, что и n и r, я просто... r у нас это целая часть n на 4. Я не случайно пишу разные вещи n и r. Значит, что дальше у нас есть? Вот я дальше... Ну, первое, понятно, тут все сократилось. Остался ωf единица на n плюс 1 плюс. Вот образуется это постоянно. 2 поделить на гамма r, π пополам в четвертой степени. А здесь я напишу так. Единица на n плюс 1 до π, ωft делить на t dt на t в кубе. И вот к этому отношению я применю свойство 7, модулей непрерывности, согласно которому вот эта функция почти убывает. Поэтому, значит, соответственно, можно будет продолжить оценку так. ωf единица на n плюс 1. Плюс здесь еще одна двойка появится, поэтому будет 4 на гамма r. π пополам в четвертой степени будет стоять ωf единица на n плюс 1 и делится на единицу на n плюс 1. И еще остался интеграл от единицы на n плюс 1 до π dt делить на t в кубе. Ну вот. Ну интеграл, понятное дело, берется. Просто верхний предел я не буду учитывать, буду считать, что интеграл у меня фактически до бесконечности. тогда, значит, еще двойка уйдет на то, чтобы проинтегрировать. И окончательно у меня будет так. ωf единица на n плюс 1 плюс все-таки 2 делить на гамма rt ωf единица на n плюс 1 и умножить на n плюс 1 в кубе. То есть, получается, что это с учетом доказанной леммы 1,3 гамма rt, это у меня, я напомню, больше либо равна некоторой постоянной c1 на r плюс 1 в кубе. Значит, ωf единица на n плюс 1 здесь ставит единица плюс, да, тут, извините, я что-то забыл про вот это вот, еще π пополам в четвертой степени, конечно. Есть еще такая величина. Единица плюс 2 π пополам в четвертой степени. Значит, здесь c1 стоит а стоит r плюс 1 в кубе а здесь n плюс 1 в кубе. Вот. Ну, я замечу, что r плюс 1 значит, n плюс 1 делить на r плюс 1 это меньше либо равно чем ну, значит, я, конечно, тут вынужден рассмотреть отдельно случай n равно 0 когда это вообще единица и тут оценивать нечего если n больше 0, то это n плюс 1 делить на n на 4 вот или иными словами 4 n плюс 1 делить на n что меньше либо равняется восьмерке вот соответственно тогда у меня получается окончательно ну, как я сказал n равно 0 тоже верно вот поэтому окончательно у меня будет оценка такая омега f единица на n плюс 1 умножить на такую величину единица плюс ой значит, будет 2 умножить на 8 в кубе пи пополам в четвертой степени делить на c1 ну, c1 там тоже можно извлечь из этой леммы и вот будет совершенно некая конкретная константа которая и дает нам оценку в теореме Джексона вот как я уже сказал видно, что это сильно задрано вверх потому что реально вся константа в действительности может быть оценена единицей но здесь тогда нужны гораздо более тонкие методы для моих целей вполне хватит наличия некой абсолютной постоянной которая нам обслуживает это неравенство для всех непрерывных функций и для всех натуральных ну, или целых даже грн равна нулю и есть у нас вот такая оценка еще раз повторю то, что в прошлый раз я говорил что на самом деле теорема Джексона верна и в пространство Хельтуе но там доказательства чуть посложнее и в общем поскольку вот это-то мне нужно будет в дальнейшем а те не очень я вот ограничиваюсь просто заявлением что это же теорема верна и во всех ЛП доказывать я это не буду ну, разумеется в ЛП там будет стоять модуль непрерывности там и слева стоит норма вот да, ну, может быть еще осталось вот что я оценил в какой-то точке Х произвольной в какой-то точке Т ну, конечно вот можно в конце написать что отсюда следует что вот и норма Ф от Х плюс Т минус Ф от Х в С от Т с чертовой тогда меньше либо равняется вот это постоянное на модуль непрерывности поскольку там будет это вера для любого Х вот ну и тогда там вот перейдя к супремуму там по скажем Х в непревосходящем Т вот от таких разностей то же самое получим да только значит что я написал-то господи вот тоже не только здесь надо написать здесь надо было написать Ф от Х минус Ко НТ от Х я что-то не то пишу параграф 2 орто-ноармированные системы в Эль-2 АТ ну это тоже вещь которая у вас наверняка была рассказывалась то ли у кого-то на втором курсе то ли на третьем курсе уже в теории функционального анализа там рассказывался все вот ну я повторю вкратце самые необходимые сведения которые нам нужны итак определение 2 1 система Пси энтых от Т когда Н меняется от ну давайте от единицы здесь удобнее надо быть до бесконечности лежащие конечно в Эль-2 АТ называется орто-ноармированной ну в дальнейшем мы будем называть такие ОНС орто-ноармированная система в том и только в том случае когда для любых НМ больше равных единице интеграл по Т но опять же давайте я здесь немножко расширю ситуацию я допущу что эти функции у меня комплексно значены здесь лучше писать ДМЮ конечно потому что это уже Лебеговская мера равняется дельта Н МТ ну то есть равно единице когда Н равно М и нулю когда Н не равно вот черта разумеется сопряжение нужно если у нас система вообще говоря состоит из комплексно значенных функций для действительно значенных здесь что писать черту что не писать это все равно почему я здесь все-таки пишу черту потому что конечно в основном мы будем иметь дело вот с какой системой ну давайте я ее здесь так сказать в явном виде напишу единица делить на корень из двух пи дальше будет единица делить на корень из пи косинус нх единица делить на пи синус нх вот здесь Н будет меняться от единицы до бесконечности это ортонормированная система как нетрудно видеть ну и естественно в l2 от t t это все происходит но иногда по сути дела ту же систему мне будет удобнее записывать в едином так сказать варианте единица на корень из двух пи е в степени енх но здесь будет н меняться от минус бесконечности до бесконечности это тоже ортонормированная система в l2 от t ну доказательства никого труда не представляет просто сосчитать надо интеграл все получается вот иногда удобно так записывать иногда это чаще конечно будем вот этим пользоваться причем да тут извините я конечно забыл про корень корень конечно тоже есть вот значит вот примеры и собственно говоря по сути про них и будет идти речь про эти примеры ну или это можно считать одним и тем же примером нумерация не столь важна потому что вы увидите что здесь в тех по крайней мере теоремах которых я буду сейчас говорить здесь нумерации не важно для любой функции f от x принадлежащей l2 от t можно определить ну если задана такая система psi nt коэффициенты фурии которые я буду обозначать аэнт от f и которые будут равны интегралы по t f от x значит на psi nt с чертой от x дм вот это вот коэффициенты фурии ну естественно по системе psi nt вот ну вот про них я сейчас докажу несколько три наверное хорошо известных вам утверждения которые конечно в дальнейшем как-то будут использоваться они известны вам ну просто для полноты картинки значит теорема 2.1 она же называется неравенство бесселя для любой f принадлежащей l2 от t мы имеем следующую оценку сумма о n от единицы до бесконечности модуль а nt от f в квадрате не больше нормы функции f в l2 тоже в квадрате значит вот такая штука но доказательство здесь очень простое значит давайте мы для любого n большого положим s n большое от x равным частичной сумме по n маленькому от единицы до n большое а nt от f умножить на psi nt от x такая конечная сумма и рассмотрим норму f от x минус s n большое от x в пространстве l2 в квадрате ну понятно что с одной стороны как любая норма это величина больше равная нулю с другой стороны по определению нормы в данном случае в комплексном значим пространстве это не что иное как интеграл по поте от ф от x минус s nt от x умножить на f от x минус s nt от x сопряженное демь демьё 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 ну и проведя так сказать тривиальное тут раскрытие скобок мы получим следующее значит это будет интеграл по t f от x умножить на f с чертой от x демьё минус интеграл по t f от x умножить на s n от x с чертой демьё еще раз минус интеграл по t уже s nt от x умножить на f от x с чертой демьё и соответственно плюс интеграл по t s nt от x умножить на s nt от x с чертой демьё значит чему это будет равно ну понятно что первое слагаемое есть просто норма f в l2 в квадрате второе слагаемое как запишется воспользовавшись линейностью мы получим что это просто сумма у n маленькая от единицы до n большого будет стоять значит a nt у нас здесь у нас f от x на s n с чертой вот s n с чертой значит это будет a nt с чертой вот a nt с чертой от f умножить на интеграл по t от функции f от x умножить иная сумма по n от единицы до n большое по m от единицы до n большое значит стоит a nt от f умножить на nt от f с чертой и интеграл по t по t а а и артонар дадут нам вот что значит норма f в l2 в квадрате минус сумма по n от единицы до n большое модуль а nt от f в квадрате минус такой же модуль а nt от f в квадрате и плюс здесь из двойной суммы останется бесконечный столб с от n вот тоже модуль а nt от f в квадрате вот ну это например вот сократится а учитывая то что вся эта норма была больше равной нулю отсюда тогда получим что сумма n от единицы до n а nt от f по модулю в квадрате не больше чем норма f в квадрате ну так как это верно для любого n большого отсюда получаем утверждение теоремы переходя к пределу при n большое стремящемся к бесконечности значит вот тем самым неравенство бесселя у нас получено значит отсюда следствие вот они меня даже больше интересуют в каком-то случае следствие 2 1 если функция f от x принадлежит l2 от t и a n b n это ее коэффициенты фурии фурии системе скажем косинус nx синус nx то a n ну давайте a n от f b n от f стремятся к нулю при n стремящемся к бесконечности значит ее коэффициенты фурии по этой системе стремятся непременно к нулю более того отсюда вытикает еще одно следствие следствие 2 2 пусть у нас функция f от x теперь даже из l от t не только из l2 из l от t ну и здесь давайте я определю потому что формально в l2 мы определяем что такое коэффициенты фурии а в l не определяем но здесь можно это сделать то же а нулевое от f это будет единица обычно так пишут на пи интеграл по t f от x d м а n t от f единица на пи интеграл по t f от x косинус nx d мю и соответственно b nt от f ну почти такой же только значит интеграл по t f от x синус nx d мю то в этом случае все равно а nt от f b nt от f стремится к нулю при n стремящемся к бесконечности но это тоже коэффициенты фурии только вот уже не в смысле l2 а в пространстве l берется все это дело тем менее тоже есть стремление к нулю вот ну и доказательство здесь как раз опирается на одну из теорем вспомогательных которые я в прошлый раз доказал и так значит пусть у нас задано ε больше нуля подберем согласно теореме 1.1 функцию g ε от x которая принадлежит уже c от t с чертой такой что норма разности f от x минус g ε от x в пространстве l1 я напишу на всякий случай это просто интеграл от модуля разности вот это будет меньше ε поскольку g ε от x принадлежит c от t с чертой а это в свою очередь заведомо вложено в l2 от t существует номер n такой что модуль n от g ε равный как и модуль bn от g ε окажется меньше ε при n маленьком больше равном n большом но тогда опять же при n маленьком больше равном n большом например если я хочу оценить модуль ant уже от f что я могу написать я могу написать что это не превосходит модуля ант от f минус g ε плюс модуль ант от g ε значит что это такое это единица на п модуль интеграла по t значит f от x минус g ε от x косинус nx демьо ну плюс вот это я пока оставлю модуль ant g ε ну а дальше я в первом интеграле внесу модуль вовнутрь и получу что это меньше либо равняется единица на пи просто на норму f минус g ε в пространстве l1 плюс ε ну и соответственно все это заведомо меньше 2 ε и отсюда вытекает наше утверждение то есть даже в пространстве l от t да ну надо еще написать что для bn от f аналогично так что так что даже вот не только функции из l2 но и у функции из l их коэффициенты фурии стремятся к нулю при n стремящемся к бесконечности вот следующая теорема 2 2 она же называется теорема риса фишера некоторые озорные математики называют теоремой фишера риса но это все равно итак значит пусть у нас psi nt ну вот неудобно будет опять же от n от единицы до бесконечности разумеется это сразу без проблем переносится и на тригонометрию там нумерация просто другая орто нормированная система в l2 от t опять же t тут несущественно здесь можно вместо t подставлять много чего любое там измеримое пространство по сути дела вот и задана некоторая последовательность чисел вообще говоря комплексных альфа nt от единицы до бесконечности которые лежат в l2 маленьком ну то есть сумма по n от единицы до бесконечности модуля альфа nt в квадрате такая величина сходится тогда ряд сумма по n от единицы до бесконечности альфа nt и пси nt от x сходится в l2 от t к некоторой функции y от x конечно же тоже принадлежащей l2 от t такой что во-первых для любого n коэффициент фурье функции y равен вот этому альфа nt и во-вторых сумма о n от единицы до бесконечности альфа nt по модулю в квадрате равняется норме y в пространстве l2 в квадрате вот мне удобно и в таком вот виде записать утверждение так значит как оно доказывается доказывается ну давайте мы рассмотрим для любого n большого опять же с nt от x равны сумме по n маленькой от единицы до n большого альфа nt умножить на все nt от x такие вот ну по сути частичные суммы этого ряда если у нас m больше n больше равно единице то если я оцениваю норму разности s nt от x минус s nt от x l2 в квадрате что это такое будет это на самом деле будет равняться интегралу по t здесь будет стоять по сути сумма по n маленькая от n большое плюс 1 до m альфа nt и пси nt от x ну и умножить на по сути ту же величину ток сопряжен дойдем ну и когда мы раскроем все это дело по линейности и воспользуемся тем что система ортонормированная мы на самом деле получим сумму у n маленькая от n большое плюс 1 до m модули альфа nt в квадрате все остальное занолить ну и по условию у нас же это в l2 лежит поэтому отсюда следует что последовательность s nt от x фундаментальна в l2 от t а раз l2 от t пространство полное ну здесь вот мне приходится конечно апеллировать к результатам курса действительного анализа там это доказывалось существует функция y от x принадлежащая l2 от t такая что как раз таки вот эти s nt от x сходятся к y от x когда n стремится к бесконечности сходимость разумеется в смысле нормы l2 значит у нас есть сходимость вот ну это вот мы по сути дела первое утверждение проверили теперь осталось еще два проверить что все коэффициенты у нас совпадают и проверить вот это вот условие значит что мы как мы это сделаем пусть задана некоторая n больше равной единице тогда для любого n большого больше равного вот этого самого n маленького мы имеем следующее если я напишу здесь формальную разность a nt от y минус альфа nt то я могу записать первое из этих выражение как интеграл по t функция y от x на псиентое с чертой от x пиентое маленькое с чертой от x демюн а что касается второго то я могу вот здесь до сих пор n большого не было а теперь я его напишу интеграл по t модуль y от x минус s nt большой от x умножить на модуль псиентое от x тут уже сопряжение не важно демюн и дальше применяю неравенство каши Банниковского неравенство каши Банниковского согласно которому это не больше чем норма y минус sn y от x минус sn t от x в l2 умножить на норму псиентое в l2 но норма псиентое у нас единица в l2 а вот первая величина стремится к нулю когда n стремится к бесконечности но так как вот это выражение не зависит от n большого отсюда мы получаем что на самом деле это возможно только если а nt от y совпадает с альфа n потому что правая часть стремится к нулю а левая некая постоянная значит получается что это не так ну и последнее почему справедливо вот это равенство ну так называемое равенство просевали согласно неравенству бесселя у нас сумма по n от единицы до бесконечности модули альфа nt в квадрате ну и теперь то мы знаем что это можно написать как сумму по n от единицы до бесконечности модули а nt от y в квадрате эта штука не превосходит норма y в l2 с другой стороны для любого n большого если я напишу конечную сумму по n от единицы не лучше я не с этого начну так для любого n большого давайте я вот это сотру норма y в l2 в квадрате не больше чем норма y знаете без квадрата не больше чем норма y минус s nt от x в l2 плюс норма s nt от x в l2 вот значит что меньше либо равно норма y минус s nt от x в l2 плюс вот эта норма у нас считается модуль альфа nt в квадрате в степени 1 2 ну и чтобы здесь убрать вот здесь зависимости от n я напишу норма минус y s nt от x в l2 плюс сумму уже до бесконечности в степени 1 2 вот значит теперь это верно для любого n большого я n большое устремлю к бесконечности тогда вот эта вот величина будет стремиться к нулю и получится отсюда что норма y в l2 не больше чем сумма модуля n альфа nt в квадрате в степени 1 2 2 ну и вот сравнивая это неравенство с тем что мы получили из неравенства бессили мы убеждаемся справедливости и последнего утверждения нашей теоремы вот ну теперь еще одна последняя общая такая теорема она тоже скорее всего у вас была когда-то в начале определения вам хорошо известное тоже определение 2 2 по-моему пусть значит система какая-то пока что не орто нормированная psi nt от t лежит в l2 от t тогда она называется базисом в l2 от t в том и только в том случае когда для любого y от x лежащего l2 от t существует единственная ряд вида суммы по n от единицы до бесконечности альфа nt psi nt от x который сходится в l2 от t функции y от x то есть существует единственное разложение по этой системе тут важно и то что существует и то что единственное разложение замечание два один если у нас система psi nt от t орто-нормированная система в l2 от t то не может существовать два различных разложения по ней сходящихся y от x почему так ну действительно давайте предположим что что это неверно тогда для некоторой y от x принадлежащей l2 от t существует существует некий один ряд сумма у n от единицы до бесконечности альфа nt psi nt от t который сходится к y от t и другой ряд какой-то bt nt psi nt от t который тоже сходится ну к этой же самой функции допустим что некоторое альфа n нулевое не равно bt n нулевое тогда ряд сумма по n от единицы до бесконечности альфа n минус bt n psi nt от t сходится к нулю у l2 от t причем альфа n нулевое минус bt n нулевое не равно нулю вот ну если у нас n большое больше либо равно n нулевое то если я рассмотрю такой вот интеграл по t от суммы по n от единицы до n большое альфа n минус bt n psi nt от t вот и умножу это все это все пси n нулевое от t сопряженное дмю то с одной стороны эта величина в силу того что есть у нас сходимость к нулю по модулю будет меньше либо равна норме разности значит норма тут не разность по n большое альфа n минус бета n psi n от t в l2 умножить на норму psi n нулевую от t тоже в l2 вот эта единичка а эта величина стремится к нулю при n стремящемся к бесконечности а с другой стороны видно непосредственно из ортонормированности что это есть как раз альфа n минус бета n и мы получили противоречие таким образом для ортонормированных систем единственность разложения по сути уже автоматически наблюдается ну в случае если хоть какое-то разложение у нас есть ну а теперь теорема теорема 2 3 и так пусть у нас psi n t от x это ортонормированная система в l 2 от t тогда следующие условия эквивалентны первое система psi nt базис ну конечно в l2 от t второе система psi nt от t полна в l2 от t то есть для любой функции y от x принадлежащей l2 от t и для любого эпсилон больше нуля существует полином ну полином разумеется по системе ну который я давайте назову с nt от x равным сумме по n от единицы до n большое какие-то альфа nt psi nt от x такое что норма разности y от x минус s nt от x в l2 меньше эпсил третье система psi n замкнута в l2 от t то есть если y от x принадлежит l2 от t и для любого n у нас интеграл по t значит y от x на psi nt с чертой от x d мю которую мы как и ранее обозначаем а nt от y коэффициент фурье равен нулю то отсюда вытекает что y есть тождественная ну ну и наконец четвертое для любого y от x принадлежащего l2 от t выполнено равенство просевали то есть сумма по n от единицы до бесконечности модулей а nt от y в квадрате равняется норме от y в l2 в квадрате вот эти все четыре условия для орта нормированных систем являются эквивалентными вот ну доказательство здесь не ахти какое сложное значит мы проведем его просто по схеме из 1 2 давайте я напишу это кстати да вот еще должен сказать что здесь тоже наблюдается непримиримое противоречие между некоторыми группами математиков потому что иногда свойство 2 называют свойством замкнутости а свойство 3 называют свойством полноты поэтому я здесь так сказать сформулировал что я имею ввиду но вот видно что в силу эквивалентности это разницы никакой нет доказательства этого факта значит ну мы докажем так из 1 следует 2 отсюда 3 отсюда 4 отсюда 1 по такой схеме будем вести доказательства значит ну-ка из 1 2 это просто значит из 1 2 так как у нас вот это пси nt базис существует ряд суммы по n от 1 до бесконечности альфа n пси nt от x который сходится в l2 от t к y от x ну базис значит тут надо написать для любого y принадлежащего l2 от t такой ряд тогда его частичные суммы сколько угодно хорошо приближают y от x то есть это просто некое очевидное следствие значит как из 2 вытекает 3 предположим что существует некая функция h от x принадлежащая l2 от t такая что для любого n а nt от h равно нулю но h не равно нулю тогда мормаш тоже больше нуля свойства на армированных пространствах подберем неко полином полином сумма по n от единицы до n большое альфа n psi n от x такой что ну давайте я его опять же обозначу через просто s от x тут n даже не существует просто для того чтобы подчеркнуть что это полином вот такой что норма h от x минус s от x в l2 будет меньше чем норма h пополам вот в этом месте важно что норма h положительная меньше не получится вот тогда мы имеем следующее если я сосчитаю хочу сосчитать норму h в l2 в квадрате ну это некая у меня как я знаю положительная величина что это такое интеграл по t h от x умножить на h от x с чертой d но воспользовавшись тем что у меня в сетке коэффициенты фурье нули я могу написать интеграл по t h от x а здесь напишу h от x минус s от x d м поскольку да ну и конечно черт поскольку вот я добавил на самом деле 0 а теперь неравенство Каши Буняковского получается норма h а здесь норма h минус s в l2 здесь тоже конечно в l2 что меньше чем норма h в l2 в квадрате попало и мы имеем противоречие такого быть не может кстати да вот я на всякий случай подчеркнул что ортонормированных систем вообще в l2 от t полно например возьмите просто систему состоящую из синуса x и синус 2x это тоже ортонормированная система и скажем неравенство Бесселя для нее верно более того верная теорема Рисса-Фишера то есть там можно поленом такой ну просто поленом будет там альфа 1 синус x умножить плюс альфа 2 синус 2x вот но существует еще куча других так сказать функций например я могу добавить там какой-нибудь альфа 3 синус 3x которые тоже будут иметь вот своими первыми коэффициентами коэффициентами у нас система из двух функций состоит вот эти альфа 1 альфа 2 то есть там нету однозначности и нету соответственно равенства просеваля справедливо только вот для этой исходной функции когда у нас там всего два коэффициента вот ну я надеюсь что так сказать понятно что тут полнота как бы теорема Рисса-Фишера и неравенство весит ни от какой не зависит там полноты или базисности там это всегда а вот это как раз теорема связывает у нас вот это все воедино так теперь значит как из 3 вытекает 4 то есть у нас надо написать равенство просеваля и так пусть у нас некая функция y от x принадлежит ль-2 от t согласно неравенству бесселя тогда отсюда последовательность ее коэффициентов фурье по системе в сенте будет лежать в ль-2 маленькой и отсюда применяя теорему Рисса-Фишева как раз то о чем я сейчас говорю мы получим что существует какая-то функция z от x принадлежащая ль-2 тоже от t такая что во-первых для любого n у нас z a nt от z nt a n от z n совпадает с a nt от y a nt от z конечно совпадает с a nt от y и во-вторых норма z в ль-2 в квадрате равняется сумме по n от единицы до бесконечности модулей ну по сути вот этих а nt от y в квадрате ну тогда у нас получается что а nt от разности y минус z равняется нулю для любого n и согласно вот свойству 3 отсюда тогда следует что y просто равно z ну и стало быть раз они равны то норма опять-таки равняется сумме вот этих модулей в квадрате значит равенство парсиваля у нас есть ну и последний шаг значит из 4 каким образом вытекает 1 значит пусть у нас опять же какая-то функция y от x принадлежит l2 от t тогда значит ее коэффициенты фурье а nt от y есть какая-то последовательность из l2 маленькая и отсюда следует опять же по той же теореме рисса фишера что существует функция z от x вот принадлежащая l2 от t и такая что сумма по n маленькая от единицы до n большое вот эти самые коэффициенты а nt от y и си nt от x сходятся к этой функции z от x в пространстве l2 от t значит вот такое у нас есть есть но да причем значит конечно же причем у нас a nt от z совпадает с a nt от y для любого n согласно равенству парсиваля тогда норма разности z минус y в l2 в квадрате на самом деле равна сумме по n от единицы до бесконечности модуля nt z минус y в квадрате а это все нули значит получается что это равно нулю а отсюда вытекает что z совпадает с y и отсюда в свою очередь следует что y от x имеет вот так как раз это разложение сумма по n от единицы до бесконечности а nt от y sin от x вот ну разложение есть а его единственность так сказать для ортонорминованных систем уже бесплатная вещь я про это говорил так сказать в самом начале всего этого дела вот ну и теперь в частности теорему джексона можно использовать можно сделать следующий вывод следствие 2,3 тригонометрическая система является базисом в l2t ну откуда это следует значит значит доказательство этого факта но оно очень просто дело в том что по теореме джексона любую непрерывную функцию f от x можно сколь угодно хорошо приблизить приблизить тригонометрическим полиномом в равномерной метрике так как норма f минус ну какой-то q где вот это тригонометрический полином а вот это непрерывная функция в пространстве l2 не превосходит нормы f минус q в c от t умножить ну на константу там будет корень из 2π который из интеграла вылезет отсюда вытекает что любую непрерывную функцию можно сколь угодно хорошо приблизить тригонометрическим полиномом уже в l2 от t так как непрерывные функции всюду вплотные в l2 от t это теорема 1 1 в прошлый раз доказанная то отсюда вытекает что и для любого из l2 от t и для любого епсилон больше нуля существует тригонометрический полином какой-то q от t x такой что норма f от x минус q от x уже в пространстве l2 будет меньше епсилон ну а дальше значит используем теорему 2.3 согласно которой если вот это верно вот то тригонометрическая система является и базисом там вот таким образом вот теорема Джексона в частности дает возможность и судить о том что тригонометрическая система является базисом в пространстве l2 от t так ну значит в следующий раз у нас пойдет речь про общие тригонометрические ряды там будет парочка теорем которая касается не только рядов фурье а вообще произвольных тригонометрических рядов ну а потом уже мы будем заниматься конкретно рядами фурье вот ну а на сегодня тогда мы лекцию заканчиваем всего вам доброго субтитры субтитры